В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Я ее ведущий Александр Гурарье. Президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован в достаточно тяжелом состоянии. Подробностей о его состоянии поступает очень мало, то есть информация очень скудная. Но сам факт того, что сообщили о том, что он госпитализирован, свидетельствует о том, что ситуация достаточно серьезная. О том, к чему может привести, ну скажем так, уход из политической жизни Ислама Каримова, мы беседуем с доктором Евгением Клаубергом, университет Тель-Авива. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Евгений, мы желаем Исламу Каримову поправиться и продолжать править страной. Но тем не менее, если произойдет, что он вынужден будет, скажем так, оставить штурвал, которым он управляет государством Узбекистан, к чему это может привести для Узбекистана в целом и для региона? Вы знаете, иногда кажется, что в этих государствах Средней Азии, в диктатурах Средней Азии, в которых режим может длиться 25 лет, как в случае Каримова, что там не происходят политики. Хотя это совсем не так. На протяжении 25 лет балансировать между различными кланами, и в этом ей была роль и успех, на самом деле, самого Каримова, она и именно гарантирует стабильность в государстве. Но у этого есть один большой минус. В том, что, как вы правильно ответили, нет института перехода власти. То есть, никогда, начиная с 90-го года, когда он был избран как первый президент, в 89-м году он был как председатель коммунистической партии Казахстана, республики Казахстан, и с тех пор власть в его руках, то есть даже на выборах, выборах в 2000-м году, в 2007-м году, в 2015-м году, в 95-м году, в 2000-м году был, на самом деле, референдум, там, где он продлил себе власть. На самом деле, власть никогда не передавалась и нету института. Узбекистан не умеет менять начальник. Поэтому образовывается такая сфера, которая на английском языке называется uncertainty. Мы не знаем, что будет. Евгений, простите, я вас перебиваю, но в старых добрых восточных геспотиях было принято передавать власть по наследству. Да, значит, есть Гульнара, но Гульнара, его дочь, уже, по тем данным, которые у меня есть, не собирается претендовать на власть. Там есть другие наследники. Там есть, на самом деле, наследник, который, скорее всего, придет к власти. Он пророссийский, поэтому Россия будет настаивать именно на его номинации. Это, конечно, Шавкат Мерзияев, нынешний премьер-министр. Он премьер-министр с 2003 года. Он преемник по идеологии ислама Кореева. Но, кроме того, там есть еще и вице-президент Рустам Азимов, сын известного ученого Азимова. И он тоже, он, это дело в том, что Узбекистан это клановое государство. Да, то есть, клан Азимовых это известный клан. Да, и эти кланы, они могут между собой конкурировать. Кроме того, есть еще и третий клан, который связан с семьей Каримова. Это клан Рустама Инаядова. То есть, там силовики, семья и клан самого президента. Кроме того, есть три. И есть еще и, на самом деле, по конституции самого Узбекистана, то власть должна перейти к председателю парламента. Это Рустам, извините, это Юлдышев. Значит, есть там четыре претендента на власть. На самом деле, 1 сентября там будет День независимости. И это будет 25 лет независимости Узбекистана, извините. И для того, чтобы, может быть, не было никаких протестов или никаких, а Узбекистан знал протесты в Андинджане, когда там были мусульманские факторы. Об этом нужно отдельно говорить, потому что это еще отдельная угроза для будущей стабильности в государстве. Но 1 сентября мне кажется, что, ну это мое личное мнение, что из-за того, что режим закрыт, и семья держит всю эту информацию в своих руках, то мы не знаем, на самом деле, о состоянии его здоровья. Может быть, что он уже не в живых, но на самом деле это в первый раз он... То есть даже так, какая тоже вступает в силу добрая советская традиция. Всегда о смерти генеральных секретарей и вообще полководств высокого уровня сообщали с некоторым опозданием, на всякий случай. А вдруг воскреснет? Да, мы знаем все эти анекдоты, что там была записка на случай, на случай, если Брежнев умер, на случай, что если Брежнев не умер. И мы знаем все эти анекдоты, да. И здесь это на самом деле у него такая советская закалка. Он руководитель советской эпохи. И это во всех сферах жизни и общественной жизни, экономики Казахстана это было сказано. Единственное, что он ввел, то что касается международной политики, он ввел мультивекторную политику. То есть он с одной стороны и приближался с Россией, и говорил про Евразийский союз, и Путин недавно ему списал долг, почти миллиард долларов. С другой стороны, он предоставил американцам базу в Узбекистане 2001 года. То есть он пытался быть и частью большого мира, и с другой стороны, не портить отношения с Россией. И это тоже... Удавалось все, так сказать, экстремистско-мусульманские настроения там потихонечку гасить тоже. То есть Узбекистан был одной из самых спокойных республик. Только далеко не потихонечку. Начиная с Адинджана... Потихонечку это можно в кавычках сказать, да? Да-да-да. Во-первых, в Узбекистане было очень серьезно саудовское влияние. И в погромах в Адинджане в 2005 году это тоже очень сильно проявляло. А Узбеки, а не суниты, да? Узбекистан, сунитское государство, 88% сунитов. Там, кроме этого, есть еще и татары, таджики, есть ортодоксы... Там есть российское население, примерно миллион русскоязычных, которые тоже очень недовольны ситуацией тем, что исчезает русский язык, исчезает русская культура, больше и больше узбекинизации, я не скажу сказать, исламизации, потому что он был светский президент. Несмотря на свое имя, ислам, да? Да, он был именно светский ислам, он проповедовал. И вот это очень важно, потому что, с одной стороны, он боролся с радикальными салафитами, а там очень много, в Узбекистане, очень много рабочей силы, там идет серьезная рабочая миграция в Саудовскую Аравию. И примерно полмиллиона жителей Узбекистана, они на данный момент находятся в Саудовской Аравии. Естественно, там есть мечети, там идет радикализация, они возвращаются на родину, и тут постоянно он должен быть балансировать между этими силами тоже. Что будет в будущем, будет ли последовать радикализация Узбекистана, все может быть, потому что здесь Узбекистан, он в центре очень важного региона. Он как бы, он как бы, здесь есть и китайские интересы. Китай недавно выстроил с Узбекистаном общую железную дорогу, проект, который стоил полмиллиарда долларов, называется Камчик. С другой стороны, есть российские интересы. С третьей стороны, есть американские интересы для того, чтобы балансировать Китай. Поэтому Америка тоже хочет, чтобы там был более прозападный политик, который руководил государством. Тогда ставки будут больше на Иноятова, и на Ташкент, или на Рустама Азимова, который представляет ташкентский более либеральный клан. То есть, на самом деле, из-за того, что создается ситуация, когда нет института перехода власти, то начинаются спекуляции. Мы сейчас можем только представить себе, что будет, если на самом деле, вот в ближайшие дни объявят о его смерти, то действительно, для Узбекистана это будет прецедент. Евгений, но вы верите, что переход власти, вот при наличии, как вы сами только что сказали, четырех группировок, претендующих на власть, что это может произойти, как бы, ну скажем, мягко говоря, по взаимному согласию? Может произойти, если повлияет Россия. А Россия уже дала знать, дала знать Мирзияеву, что это и российский кандидат, и сближение с Россией, и с Евразийским союзом, это понятно, что Россия будет за этого кандидата. Скорее всего, власть перейдет к нему, если действительно, если действительно Ислам Карымов умирает. Но дестабилизация может быть не только от исламского фактора, или внутри межклановой. Там есть еще проблема в Узбекистане, которая, я могу сказать, одна из центральных проблем. Это проблема границы территорий. Потому что там есть около 50 спорных регионов. Там есть спорные регионы, допустим, с Киргизстаном. Там есть целые анклавы, которые узбекские анклавы внутри Киргизстана и киргизские анклавы внутри Узбекистана. И сейчас мы видим, что именно связано это, или может нет, скорее всего, что связано, но Киргизстан начинает подтягивать туда войска. То есть мы получаем информацию... То есть под шумок быстренько там что-то отхапать, да? Да, да, да. И правительство в Киргизстане... Там Акелло промахнулся на охоте, да? И в этот момент можно что-то сделать. Но это называется Карпедием, да? Как бы лови момент. Карпедием, да? Значит, естественно, Киргизстан увидит в этом как окно возможностей удрать для себя вот эти регионы, которые спорные. Есть очень маленькие регионы, но есть и большие, которые примерно несколько квадратных километров. А как бы нужно перечертить границу, это самое подходящее время. Самое подходящее время. Кроме того, есть геополитические изменения. То есть, если... Значит, есть военные базы, есть военные аэродромы, которыми хотели бы воспользоваться и американцы, с одной стороны, и Россия, с другой стороны. Россия сейчас в поисках аэродромов. Аэродромов она пыталась это найти для того, чтобы бомбить группировку исламских государств в Сирии в гражданской войне. Пыталась это делать через Иншерлик. Турция не получилась. Россия пыталась это делать через Иран, через аэропорт Хамдана. Иран закрыл эту опцию для России тоже. Значит, Россия может нажать на Узбекистан, чтобы позволили ей пользоваться аэродромом, узбекскими аэродромами. То есть, здесь еще и геополитические интересы. Здесь не только внутриклановые, внутриклановая обреба, но и геополитические интересы. Евгений, скажите, пожалуйста, а вот есть довольно большая узбекская диаспора, которая находится в Афганистане. И вот эти узбекские милиции в Афганистане, это были такие одни из наиболее боеспособных единиц, которые там, в общем-то, во многом диктовали обстановку. Действительно, это так. Афганистан, исламизация и группировки талибанов в Афганистане являются реальной угрозой, потому что это реальный сосед. Следующему президенту придется налаживать эту ситуацию или там усиливать границу. На самом деле, это то, что пытался сделать Карымов. Карымов усилил границу с Афганистаном. Поэтому просачивались, меньше афганская угроза, она существовала, но она несравнима, допустим, с саудовской угрозой. Потому что саудовцы, саудовский след был реально во всех проявлениях исламизма в последние годы, включая самый большой, это, конечно, андинджановские события, там был саудовский след. Значит, салафиты, которые пытались дестабилизировать ситуацию и таким образом надавить и на Россию, и на Китай. То есть, у саудовцев там есть серьезные рычаги, давление. Евгений, Ислам Каримов, по мнению многих наблюдателей, политологов, довольно, скажем так, опытный, мудрый и дальновидный политик. С этим трудно спорить. Как же так получается, что он не подготовил себе смену, не подготовил вот этот самый плавный переход? Он что, не понимал, во что он может ввергнуть свою любимую страну своим, скажем так, внезапным уходом? Вы знаете, есть одна очень мудрая такая пословица очень серьезного философа Лорда Эктона XIX века. На английском это звучит так. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Значит, если перевести это на русский, это что любая сила развращает, а абсолютная сила абсолютно развращает. То есть, это и есть всегда дилемма любых авторитарных лидеров, любого диктатора. Потому что, если ты готовишь себе оппозицию, то ты не можешь знать, или он готовит тебе петлю. Об этом еще нам говорил Макеавелли. Но на самом деле, то, что в Центральной Азии действительно образовались диктатуры, или это диктатура Туркмен-Баши, или это Назарбаев, или в Узбекистане Карымов, это и есть диктатуры, которые на самом деле стабильны. А поскольку они стабильны, они были легитимны. То зачем заботятся о будущем? Как бы они были легитимны. Он смотрел на опросы общественного мнения. Мы не знаем, насколько эти опросы были... Там главная проблема в этих опросах была, чтобы, не дай бог, не перевалить за 100%. Вот. То есть, это самое страшное было. Но на выборах он всегда побеждал больше 90%. То есть, на выборах с 2015 года всегда это переваливает за 90%. Поэтому, когда я привел к этому пословицу, что абсолютная сила, она абсолютно развращает. Почему нельзя выиграть выборы с результатом 60%? Почему всегда диктаторы, они пытаются показать, что все, они легитимны всем государствам, всем обществу? То есть, там 32 миллиона жителей в Узбекистане и 90% все за Каримова. И они действительно видят себя в роли отца нации. Не зря такие диктаторы, как... То есть, начинают в это верить уже, да? Да, а диктаторы, как Лукашенко, допустим, в Белоруссии. Там же, даже вот смотрите на семантику. Как к нему обращаются? Батька. Потому что он не считает себя выборной фигурой, президентом, которого можно выбрать, и которого, если он тебе не нравится, можно переизбрать. Почему именно батька? Потому что он отец нации, а отцов... Батька-то еще и атаманов называли батьками, а атаманов выбирали. Ну, а кого выбирали, кого не выбирали. А кто узурпировал власть? И вот так вышло, что вот эти диктаторы, они реально видят в себе, что они как бы родители нации. А родители не выбирают. Именно поэтому они называют себя батька. И Тургмен Баши тоже себе... Тоже там было очень много названий, которые он... Имен, да? Мы можем перекинуться на Северную Корею. Тут все понятно. Но там другая политическая культура. Здесь еще, как бы, такой амальгам советской политической культуры с азиатской политической, с исламом, который... Но, опять же, это не детерминистки. Нельзя так сказать, что это везде. Потому что именно в Киргизстане этого не существует. В Киргизстане или, допустим, в Грузии это более... Это тоже другая религия. Но в Киргизстане нет такого диктатора, который, как бы, вот как в этих азиатских республиках. Так поэтому, как бы, вот эти султаны, они сидят, они могут находиться у власти 25 лет и не производить никакого института перехода власти, чтобы хотя бы обеспечить даже для своих детей плавный переход власти. Чтобы были вельветовые революции. Как меняются режимы? Как менялись режимы в Восточной Европе? Почему эти революции назывались вельветовые? Потому что они были, как бы, плавные. Они переходили из одного режима, из авторитарного режима, в демократический режим. А когда идет султанизм, вот этот авторитарный режим, один диктатор может поменяться только другим диктаторам. Это не может быть по-другому. Или это может быть через кровь. Это кровавый сценарий, как мы такие сценарии наблюдали в Африке, в Латинской Америке. Или это может быть мирный сценарий. Но обычно 25 лет султанизма, 25 лет диктатуры, они не могут вдруг... То есть следующий, тот, кто придет на смену Исламу Каримову, он потихонечку тоже станет таким же... Ну, не султаном, скорее, шахом, наверное. Это больше подходит. Скорее всего, что да. Хотя тоже это неоднозначно. Потому что мы видели, что после Чаушеску именно в Румынии была демократия. Так Чаушеска-то это где? Да, но... А тут восток, белая тонкая. Но, тем не менее, диктатура-то была. Диктатура-то была. Значит, иногда есть диктатуры, которые реально... У них нет никаких институтов, для будущей демократии. А есть диктатуры, которые удивляют нас. И даже без таких институтов мы видим, что в Румынии нету никаких спросов с умынской демократией. Это довольно прочный режим, несмотря на то, что долгие годы диктатуры Чаушеску. Понятно. Евгений, я благодарю вас. Будем надеяться, что диктатура в Узбекистане нас приятно удивит, и переход к новой власти пройдет бескровно. Мы беседовали с доктором Евгением Клаубером, доктором Тель-Авивского университета. Вы смотрели программу «Тема дня» на телеканале ИТОН-ТВ. Я и ведущий Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова